Переставецкой в Индии Гейт мы решили за это покушать и взять ресторан. Решили правильно, потому что стоишь в Калатуре, куда далеко ехать. Там где-то сейчас уже было мероприятие. Сейчас, может, почти закончили с этим делом. Дели собирается дождь, здесь постоянно выгодить сейчас. Пока мы тушили, уже два раза шел дождь, два раза взглядывал солнце. Вот сейчас, похоже, еще раз падет дождь. Вот так вот выглядит Дели. В принципе, кроме особок, он есть такой. То, что я видел. Всёких домов я здесь не видел. Все равно обшарканные домики. Единственное, здание высокие, но... А вот так они засовывали проблему шлакбаума. Здесь, короче, лыжники, в качестве противовеса. Здесь шлакбаум, ну и человек, который командует шлакбаумом. Здесь еще одна вещь, которую стоит показать. Вот это вот источник, неиссякаемый источник электрической энергии во всем Дели. Как я понял, здесь нет электростанций, и электричество они забывают из дизельных генераторов. У нас в офисе на крыше стоит две трубы. Вы подумали, зачем? Это для того, чтобы отводить дизельные гудцы. Визельный часто выключает свет ненадолго, может где-то в районе минуты, но... Вот причина всех зол, это наличие от нормальных источников. Тричество. Кстати, вот для контрастов. Внезапно. Внезапно. И вот так вот. Местный колорит. Заходим в ресторан. А вот тут, кстати, толстая вариант, покушать здесь или покушать в другом ресторане. В принципе одно и то же, но наши друзья решили засолнить нас здесь. Довольные, сытые коллеги, только что вкусившие пряности индийских. А вроде этих, меня ими уже закармливали. Ну ладно, следующая остановка индийских. Там есть.